Вы знаете, то, что я не успел еще озвучить, потому что много часов длилось прошлый стрим две недели назад. А в позапрошлом какой-то особенно одаренный... Ну, я не хочу никого обидеть, но получается. Он, по-моему, поехал в Занзибар, по-моему, да, парень? Пишет, я еду, собираю в Занзибар, чтобы там такое посмотреть. Я говорю, там надо... Приехал в Занзибар, тут же найти место, где покупают билеты на самолет обратно. Понимаете, единственное, что там надо посмотреть. И вот я не успел на прошлом стриме озвучить. Из Занзибара информация, новость. Мать Дура и двухлетняя малышка привезли редкую смертельную болезнь в Россию. Жительница Перми Наталья вместе с двухлетней дочкой Евой отдыхали в ноябре в Занзибаре. Итогом экзотического отдыха на берегу Индийского океана стала страшная болезнь, которая у россиян практически не встречается. Это африканский, естественно, африканский... Африканский, господи, трипоносомоз. Проще говоря, сонная болезнь, которая переносит мухи, ц-ц. Девочка находится на грани жизни и смерти, но главное, чтобы других не заразило. Родные умоляют срочно переправить ребенка в Москву. Я надеюсь, что этого не сделали. Вообще, потому что не надо таким интеллектом переправлять. А то она еще нарожает таких же умных, которые будут опять нам завозить заразу. Чего-то кретины ездят в дикарские места, привозят заразу в приличные страны. Дальше. Следующая, это отдельная новость. Не менее 15 человек в Танзании убило неизвестное заболевание. Об этом сообщает The Mirror, зеркало, газета. Это неопознанный вирус, который распространяется по регионам Мбея на юге африканского государства. Привел также к госпитализации более 50 человек. Он вызывает у больных кровавую рвоту и смерть в течение нескольких часов. Ну, по-в принципе, неплохо. Не успеют добраться до Европы. Кроме того, заболевшие также могут вызвать другие симптомы. Ну и, короче, опять в Танзании. Опять вирус, опять в Танзании. То Африка, то Китай. Границы. Границы, значит, нужны.